Это программа «Наше время». Здравствуйте! В августе в краевой столице появятся транспортные браслеты. Этим браслетом можно будет оплатить проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах. Сколько будет стоить браслет, какой тариф на него запишут и почему до сих пор Барнаулицы предпочитают рассчитываться наличными, мы сегодня спросим у Юлии Дорохвей, руководителя МУП «Центр Транс». Здравствуйте! Будет ли пользоваться это нововведение популярностью среди горожан? И, как вы думаете, у какой категории население? Я думаю, что данный вид оплаты проезда в общественном транспорте займет свое достойное место. Я хочу сказать, что в настоящее время у нас заключен контракт на поставку 250 штук браслетов. Он будет двух видов, мужской и женский. Будет представлен в пяти цветах. Это традиционно черный, белый, красный, бежевый и фиолетовый. Всего 250 браслетов? Всего 250 штук. А почему так мало? Ну, надо изучить спрос населения, посмотреть, какие цвета будут наиболее востребованы и уже в дальнейшем определиться, какие цвета заказывать, сколько штук. Тем более, что поставка, изготовление данных браслетов, оно не является проблемой. Хочу сказать, что данный браслет, он является водостойким, гипоаллергенным. Он, у него достаточно неплохие эксплуатационные характеристики. Давайте мы его покажем, как он выглядит. Он такой достаточно симпатичный, мне кажется. Да, вот он очень такой миниатюрный. Его можно использовать также, как аксессуар, достаточно он оригинальный. Поэтому изучим спрос и уже в дальнейшем будет понятно, насколько он будет. Но вы все-таки думаете, что молодежь будет пользоваться популярностью? Ну, я думаю, что основной контингент, думаю, да, молодежь будет. А давайте откроем небольшой секрет. Сколько будет стоить этот браслет и где его можно будет приобрести? Уже сейчас известно? Да, конечно. Транспортный браслет будет стоить 290 рублей. Хочу сказать, что данная стоимость, она является средней по России. Его стоимость, в принципе, может в некоторых городах достигать до 400 рублей. У нас стоимость установлена, еще раз повторюсь, 290 рублей. Приобрести его можно будет у наших партнеров сложившихся. Это Лига Пресса Роспечать Алтай. Появятся в продаже они уже этим летом. А каков принцип действия браслета? Принцип его работы аналогичен работы карты и брелока. Ничем не отличается. То есть вы преподносите браслет к терминалу, происходит фиксация поездки и распечатывается чек. Аналогичен. На транспортный браслет можно будет записать 3 тарифных плана. Это был мой вопрос, да? Да. Это электронный кошелек, проездной на электротранспорт и проездной на автотранспорт. А что сейчас активнее покупают? Транспортные карты или брелоки, которые не так давно ввели? Я думаю, что этот вопрос не совсем актуально задавать, так как мы помним, что у нас транспортные карты поступили в продажу 15 ноября 2016 года. И в настоящее время их реализовано уже порядка 60 тысяч в обороте. А транспортные брелоки у нас в эксплуатации с лета 2017 года. То есть они в эксплуатации меньше года. Но и все-таки их приобретают, ими рассчитываются? Да, безусловно, своих покупателей... Мониторите каким-то образом? Да, безусловно, мониторим. Свои покупатели на него нашлись, достаточно активно используются. Если некоторые карты, допустим, не каждый месяц могут активироваться, то транспортные брелоки, они в обороте практически активируются ежемесячно в 100% практически. Мне кажется, не знаю, может быть, я не права, что количество тех, кто рассчитывается по безналичному расчету, то есть пользуется транспортными картами и брелоками, по-прежнему в Барнауле небольшое. Вы согласны с этим утверждением? И почему это происходит, если вы согласны? Ну, я с этим утверждением не согласна, прокомментирую почему. У нас, когда мы вводили безналичный способ оплаты, это прежде всего выбор для гражданина, что для него удобно. Если в обороте карты, брелоки или еще какой-нибудь в дальнейшем вид оплаты появится, и гражданин выберет для себя способ оплаты за наличные денежные средства, это его право. И рассматривать, по каким причинам это происходит, ну, я думаю, не совсем корректно. Выбор сделан, выбор за наличный расчет, в общем-то. Как показывает практика и опыт городов, то есть общаемся с коллегами на различных конференциях, встречаемся, там, где внедрена система, от 5 до 10 лет охват в транспорте безналичной оплаты составляет не более 40%. У нас в городе электронная система действует полтора года и охват 23%. Я думаю, что это достаточно неплохой показатель для города Барнаула. Спасибо вам большое, Юль. А я напоминаю, что сегодня мы говорили о новых транспортных браслетах, которые появятся в Барнауле в августе 2018 года с Юлией Дороховой, руководителем МОП «Центр Транс».